Я дочка шахида, погибшего 20 января, годжаманова Алюсифа Белологлы, заманова морал Алюсиф Казе. Сегодня мы чтим память наших шахидов. Сегодня 22 января, день захоронения наших шахидов. 30 лет, 30 лет, как это, ужасные события произошли. Я это все видела своими глазами. Я была участником. Я утром отца нашла в морге. Было страшно. А самое ужасное, что у нас отношение к нам. Отношение чиновников. И всегда мы сталкиваемся с этой несправедливостью. Я в данный момент председатель фонда 20 января. Уже сколько лет семьи шахида хотят сюда собраться, пойти к аппарату президента. Но как-то мы до сих пор никогда не выступали, ничего не говорили. Мы все это терпели. Думали, что со стороны правительства будет к нам внимание. Но не было внимания. Да, президент дает указ. И все говорят, что они этот указ выполнили, что семьи шахида хорошо живут, обеспечиваются квартиры, пенсиями, там какие-то льготы. Но все это неправда. Да, дают квартиры. Я это не отрицаю. За 30 лет, по-моему, мать шахида или жена шахида, она имеет право получить эту квартиру. Потому что если жена шахида не потеряла бы мужа, может, ее муж три такие квартиры бы ей купил. Всегда, конечно. Да. Я немного волнуюсь. Чистят, отдай же дальше. Отпадем же дальше, главное дальше. Нет, ничего. Просто я вспомнила эти события. Я была участником. Я видела, как убивали людей. Как мой отец спасал молодых. А кем он был по профессии, где работал? Он работал в двух местах. И мы очень хорошо жили. Очень хорошо жили. Он был обыкновенным человеком. Обыкновенным. Никакой пусы не занимал. Но мы очень хорошо жили. А после его смерти мы плохо начали жить. Не только мы. Все семьи, большинство, которые жили хорошо после смерти. Вы знаете, на нас очень большие деньги списывают. Да, они герои. Они герои. Но до сих пор даже посмертно их не наградили. Мы просим нашего президента, вице-президента, чтобы наконец-то, наконец-то отнеслись эти чиновники к нам справедливо. В этом году 30-летие, но еще такого не было, еще такого позора не было, как нас унижали. Как именно? Что делать? Вы знаете, вот приглашают, например, говорят, что мероприятие. Ну, приходят туда люди. А они прямо с порога дадут там 50 монат и отправят. Или соберутся там. И вчера хаками это все со своими чиновниками. Сядут, поедят, покушали все, наелись, встали, а ла-ля-ля-ля-ля-су, не ушли. Они всегда сидят во главе, а наши семьи сидят всегда прямо у порога. Скоро. Да, вот, несправедливость. Мы ничего не хотим. Мы ничего, у нас только одно требование, чтобы наградили их. Дали нормальные пенсии. Зачем какой-то чиновник должен нас вызывать и оскорблять там? Зачем это нам? Что я не убивал. Вот вам дают, а лавзач кюрели. Понимаете? Вот это, это очень оскорбительно. Вчера вот я видела, нас всегда народ поддерживает. Нам не нужны, чтобы какие-то чиновники здесь проходили, себя показывали. Не надо нам. Народ приходит. Их чтят вот как героев, наш азербайджанский народ. Нам они не нужны, эти чиновники не нужны. Пусть лучше они сюда не приходят. Обидно, обидно, очень обидно. Обидно, обидно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова